Ты думал, что типа все подстроено было? Ну, на тот момент так казалось, да. Ну, касаемо именно вот... Победителей? ...сечение обстоятельств, да. Привет, друзья, это Егоров. Как вы видите, один из участников проекта «Хочу вам кал» заявил о том, что шоу, возможно, было не до конца честным. И еще за день до завершения проекта объявил о том, что он в финал не попал. Причем во всеуслышание. А также назвал некоторых партнеров по шоу «Хочу вам кал» трупами. Единолично играл, блядь. Ну а как, ёпта, когда у тебя в команде одни трупы? Я связался с Багдасаром, одним из самых обсуждаемых людей на шоу «Хочу вам кал» и узнал, зачем он, во-первых, так сделал, а во-вторых, о реальных причинах его ухода на спорте. Оказывается, там замешаны и текилы, и Володи XXL, и не только они. В общем, смотрим на Багдасара, делаем выводы и слушаем, как обычно, точку зрения человека, которого чаще всего в нашем футбольном блогерском мире критикуют. Зачем ты, в принципе, по факту спалил, что ты не участвуешь в финале, не попадаешь в восьмерку, и кого именно и в каком контексте ты назвал трупами в этом самом прямом эфире ТикТока? Это команда, которая играла в матч 11 на 11, или те, кто были в челлендже у Сибскана? В общем, давай, объясняй всем, чтобы все поняли. Ну, на самом деле, я толком и не палил. На видео у Фикуса видно даже, что я отвечаю там на вопрос. Сначала зачитал вопрос. Там говорят, не расстраивайся, что не попал. Это уже заезженная тема, многие уже знают. Не я это первый начал говорить о том, что там не прошел. Многие участники «Хочу вамкал» это уже и в ТикТок себе выкладывали, там начинают Гассилина, заканчивая тем же Шмидтом и так далее. Вот. Ну, на самом деле, пару раз, да, ляпнул, но расстроен. Ну, честно. Очень сильно расстроен и как-то утешал себя тем, что делился этим. Я не тот, за кого миллионная публика болела. И я говорил чисто за себя, не говоря, кто выиграл, кто еще прошел. А говорил сугубо только про себя. Я думаю, в этом ничего плохого я не сделал. Вот. Это касаемо именно спойлера. Вот. По поводу трупов, это я говорил, ты правильно подметил, по поводу Челленджа с Сипсканой. Именно в конце, которая двусторонка была. Багдасар. Видно, что прям футбик очень хороший, но, по-моему, очень много с мячом возился. Я вот не знаю, сомневаюсь по его кандидатуре. Почему-то после первого видео, хочу вамкал, в комментах и в телеге, и на ютубе у всех через раз была моя фамилия, то есть Багдасара, вамкал и так далее. А именно после второго видео, хотя я там толком ничего плохого никому не сказал там, ни с кем не хипишнул, не влетел ни в кого с двух ног. Ничего такого не было. Просто играл в футбол. И меня, видимо, специально так хотели или что, я не знаю. Ну, ты видел, да, вот эту нарезку, где я повозился чуть-чуть, потерял мяч. Ну, там ты до этого, вот этот вот эпизод. Он не попал, но вот Багдасар теперь уже и на правом фланге первого накрутил, но, кстати, в итоге зелененький из борьбы не выключился. Не приду, не надо показывать из себя что-то. Нужно создать командный гол, так будет дохуя не всем. Да, но я понимаю, я имею в виду сам факт, что этот эпизод как-то вот так сделан. Я так понял, это фикус монтажер, да, или кто. Это, мне кажется, больше из личных каких-то побуждений сделано, но у меня такое предчувствие. Ты же сам понимаешь, что каждый человек подходил к камере, что-то говорил, а потом, может быть, не так как-то поступал и так далее. Но именно меня решили выделить, именно выделить в плохом ключе. И, не знаю, мне кажется, многие даже на стримах у себя, кто смотрели, говорят, что-то очень много экранного времени уделяется Багдасару, и уделяется оно не в положительном ключе. Я, ну, как-то вот для меня это впервой просто. Я, может быть, не прав буду, но это сугубо что чувствую, что говорю, что вижу. Ты действительно считаешь, что в основном трупы были? В твоей команде кто-то честно поделили, грубо говоря. Ну, нет, ну, смотри, во-первых, как делили. У Сибсканы даже не было идей, как поделить. То есть, что он закончится, он такой, так, вас 10, я 11, что делать? Я такой, ну, у нас два вратаря, давай, говорю, вратари пусть выберут. Ну, единственный выход из ситуации такой. Предложил, он говорит, окей, вратари выбирали, то есть это рандомно было выбрано. Но сам факт, у меня даже по выпуску не понять, кто был у меня в команде. Там, ну, Ливан один может быть, и все. Это вот взрослый мужчина, который тренер. Все, то есть больше никого даже не видно там. Ни с мячом, ничего не сняли. Или они, наоборот, ничего не делали с мячом. Вот, вот что значит трупы. Короче, трупы это, ну, ты понимаешь, это футбольная фраза, это футбольная фраза. Труп. Ну, это футболист, уважаешь себя, но такое не обидится. Тем более, Фикус сам признал, да, я труп, но я говорил не о матче, я говорил именно о челлендже с Сибсканой. Ну, то есть ты считаешь, что если бы ты попал в другую команду, то шансов у тебя было бы больше? Шансов на что? На то, чтобы пройти дальше. Ну, я имею в виду пройти дальше, чтобы меньше было бы хейта перед футболом. Нет, мне кажется, я просто, просто из-за вот этой вставки. Дим, реально, просто из-за вставки. Представь теперь, что этой вставки нету, просто вот этих моих фраз. И я там убегаю, отдаю пяткой, забиваю, убираю два раза на замахе, бью. И представь, вот этой вставки просто нет. Мне кажется, никто бы ничего плохого вообще не написал бы. Ну, смотри, там еще Сибсканы до этого было, когда ты его обыграл и сказал, что, типа, очень уверенно. И после этого он тебе прокинул между. Между. Ой, 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 бля. Ты за быстрые ножки там, блин. Нормально, нормально. Как надо делать, без шансов. Показываю, не нравится. Да, вот это еще, я думаю, могло сыграть, где он показал тебе, что вот ты такой самоуверенный, а он тебя просто, ну, грубо говоря, ну, если так говорить, по футбольному трупу сделал такого в этой ситуации. Ну, бывает, с кем не бывает. Никто не идеален. Но я тоже его на пятую точку посадил неплохо. То есть ты считаешь, что вот именно в тот день тебе в основном не повезло? Ну, думаю, да. Не повезло именно в формате вот этой вставки. И все. То есть люди просто, аудитория. Я для меня это впервой, я этого не понимал до этого, как вообще вся эта система работает. Но теперь прекрасно понимаю. Один день люди пишут «Багдасар, Багдасар, Багдасар, Багдасар». На следующий день пишут «Нахер Багдасара, 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 Багдасара». Вот. Так что, ну да, согласен. А еще был прикол привести группу поддержки? Сегодня меня пришли поддержать ребята из «Амкал Ультрас». Можешь на них камеру истить? Валер! Давай! Я сейчас вот за то, что так они болеют. Багдасар и Багдасар, Багдасар, Багдасар. Это «Амкал Ультрас», ребята. Если ты не знаешь, во время матча «Сахалинца» с «Амкалом», когда Миша Литвин предложение делал своей девушке в тот день, ребята мне в подарок, в подарок, в сюрприз сделали баннер. Они знали, что я на игре буду. Сделали баннер, короче. Должны были пронести его на матч и как бы растянуть. Его не пустили, так как он был не распечатанный, а самодельный, нарисованный баллончиками. И там полиция стояла, сказали, что легко воспламеняющиеся, и не пустили. Откуда у тебя отношения «Амкал Ультрас»? А я не знаю. Меня просто пару раз выложили в Инсту. Потом есть канал «Амкал Сайдкап», там всякие челленджи тоже друг друга снимают. Думаю, слышал. Я там был, там глава «Ультра Судроц» и глава «Амкала» друг против друга сражались в тот же день. Я как бы снимался. Там с пацанами познакомился, поговорил. Там один из пацанов мне тогда еще 500 рублей в челленджи проиграл, я ему их простил. Ну, это так просто сказал. И как-то оттуда просто общение пошло. Я думаю, глупо думать, что я пацанов позвал, давайте там туда-сюда. Тогда бы, если честно, если бы я звал, тогда бы баннер бы тоже я бы попросил сделать, если уж на то пошло. То есть они сами пришли и с тобой не договаривались, просто сами пришли. Нет, договаривались, я ничего не говорю. Но я не говорил, мужики, мне нужно, придите и так далее. Ребята такие, что, во сколько, где у тебя? Я говорю, так-то, так-то. Ну, мы типа с барабаном, если что, придем тебя поддержать? Я такой, блин, ну, может быть, не надо. Их вообще должно было быть, знаешь, сколько? 29 человек. То есть человек мне скрим показал, там голосование или что-то сделали, или все-таки типа того. В своем чате ультрас, мол, кто хочет там пригнать, Багдасара поддержать. Просто прикинь, в манеже вот на этом балконе 29 человек еще. Ну, это, я думаю, слишком. Ну, и 5 человек, я говорю, давайте максимум, а то я не знаю, как там будет с проходом. Еще Герман говорил, что... Но при этом в самом ролике ты сказал, а теперь послушай, как будто это заготовка. Сегодня меня пришли поддержать. Ребята из Амкал Ультрас. Можешь на них камеру истить? Не, ну, потом уже, да, понятно. Ну, у меня есть барабан, у меня есть люди, которые не постесняются покричать. Это по факту интервью для шоу, нужно что-то из себя показать. Что-то получилось, что-то нет. Повторю, для меня это впервой. Что смог сделать? Для кого-то это кринж, кто-то угарнул. Но каждый человек, который это обозревал, стример и комментировал, останавливался на мне. Четко на мне. Либо говорил плохое, либо хорошее, либо просто со мной знакомился, но каждый человек, в буквальном смысле, останавливался на мне. Мне это самое главное. Тебе еще предъявляют, а что ты из-за гамулы? А, это в челлендже. Я как раз-таки, тоже у Сипскана лонгшоты были. Я забил, и просто подошел к камере, и тихо прям, то есть очень близко к камере подошел. Не хотел, чтобы это все видели, слышали, как-то, не знаю, для меня, я не хотел, чтобы там это показалось, показуха при ребятах. И сказал просто, посвящаю этот гол Игорю Васильевичу. То есть все. Почему-то это, как-то все чуть-чуть неправильно поняли, поняли. Я даже это честно обсуждать никак не хочу. Это как бы такое... Ну, я же в Роме был как раз полгода, грубо говоря, после МКС, он тренировал меня, и на матчах у нас был. Вот. Я даже не хочу это никак скомментировать. Это такое. Почему у тебя, в том числе, на матче немножко подгорало, на самом, когда был 11 на 11, там тренерское задание не то, в чем, что было не так? Смотри, в раздевалке заходит Иваныч с макетом, чтобы объяснить, что к чему, кому что делать. Перед этим он достает листок и говорит, я, говорит, пересмотрел все выпуски, хотел бы вам вначале настроить вас одной фразой, одного как раз из вас. Не буду говорить, кого он сам знает. И просто зачитывает вот эту фразу как раз из вставки Челленджа Сипскана, что не нужно брать игру на себя, не нужно лезть, пытаться забить, если мы забьем командный гол, для команды будет лучше. И просто с листка, прикинь, ну так зачитывает. Ну, ребята еще поугарали, на меня посмотрели. Затем он объясняет, кто где играет, пока не точно, не фамильно, то есть, как должны на той или иной позиции играть. Показывает, что нужно кому делать диагонали и говорит, что на предыгровой у меня при всех, что у меня очень классно это получалось, то есть, я там не стеснялся длинной диагональю и так далее, он говорит, не стесняйся, делай, не стесняйся, прям лезь, твори, у тебя это хорошо получается. Я говорю, окей, сажусь, а в итоге я не в основе. Зачем мне это все говорить, объяснять, преподносить меня вот так, а потом сажать на замену. Я перегорел, честно, просто перегорел за то, что был на замене 40 минут и вышел только за то, что Гасилин подбежал и сказал, что сдох. Честно, я перегорел, потому что после матча за сборную МКС против Амкала, где я единственный отыграл весь матч, помимо вратаря, единственный. Я думаю, тренер Тудроц не последний человек в тренерской области. Он меня сначала поставил на край защиты, потом в центр. Я отыграл весь матч, я думаю, шикарно отыграл и после этого меня как бы сажать на замену, на отборе, когда как раз потом Михайлович еще говорил на прямой трансляции, что Амкал ищет универсального защитника, который может играть и в центре, и в краю, а я, вот он я такой. Меня ставят в опорку. Во втором, ну на сороковой минуте выпускает Иваныч опорником. А ты у него спрашивал, почему я не в основе, почему я не играю? А я к нему подошел, когда он потом сказал, я спрашивал, куда я выйду? То есть он говорит, в опорку, с кудрявым Германом, вот этим малым, я говорю, так я же защитник. Он такой, в опорку больше некого выпускать, мне нужно два по два менять, мне некого больше выпускать в опорку Герману. А вы типа на предыгровой хорошо вместе смотрелись. Я такой, ну сейчас тренер, тренер, что еще ответить после этого? Нет, я не буду, я хочу в защиту, сам понимаешь, еще и на проекте нахожусь. Я просто поинтересовался, мне ответили. Короче, здесь получается тебя тоже подслили немного. Да, да, блин, реально, у меня какое-то такое предчувствие, что все как-то против меня было, сложилось точнее против меня, ну не знаю, может это какие-то успокаивало себя тем, что ничего не вышло на проекте. А когда ты понял, что ничего не получится? Когда ты стал более-менее в этом уверен? Когда себе забил. Новый герой, Денчик Фломастеров. Расскажи. Ну давай, подожди, сейчас узнаем, какой ты герой. Ну потому что там даже ребята из Тудрот стояли прям за воротами, у них, видимо, съемка была после этого. И даже ребята из Тудрот с меня кричали, ну сначала смеялись, а потом, блин, Багдасар, не расстраивайся, все нормально. Вот тогда я, запутавшись сетки от ворот, понял, что ну все, конечные. Там еще вопрос с штрафным, когда тоже на тебя много гнали. Естественно, специально. это сделал. Честно, просто специально это сделал. Багдасар ударил, не за момент. Это же было, сразу же, как только я вышел на поле, было это штрафной, буквально через минуту. Просто на себя хотел инициативу взять. Попаду, не попаду, неважно. Я 40 минут на замене сидел, я реально паник, я человек поигравший, я знаю, что это такое, как в себя прийти, нужно какое-то качественное что-то действие сделать. И просто хотел ударить. Я подошел, даже не Гео брал мяч, а другой человек, кто-то не помнит. Жук или кто-то там стоял еще. И я такой говорю, мужики, можно? На замене сидел, хочу чуть-чуть где-то вся прийти. Все. То есть, сказал бы Гео, не, бро, типа, я хочу, я лучше бью, ноль вопросов. А как ты думаешь, пенальти не отдал бы. Почему, если действительно кто-то был настроен против тебя, почему и за что? И кто? Да, блин, не знаю, честно, я даже не знаю, как сказать, объяснить. Мне кажется, все и все так сложилось. Вот честно, просто все и все, со всех сторон. Это даже из серии вот сейчас момент, мне Эйтан пишет, говорит, ты будешь завтра на съемках у Лакера, там сборная МКС против «Хочу вам кал». То есть буквально можно сказать, там Багдасар, то есть сборная МКС и «Хочу вам кал». Ну почему бы и нет? Я такой, чего типа, нет, меня никто не звал. Он такой, в смысле, а как так? Типа, вот много таких, знаешь, моментов прилетает, где кто-то что-то скажет или куда-то не позовут, где по логике всех составляющих должен быть, я вот чуть-чуть не понимаю тоже. Может кто-то про меня какие-то слухи распускает. Форза тоже на стриме себе говорил, что говорят, что износпорте ребята мне говорили, что он токсичный очень в команде. Еще кто-то что-то там говорил, тоже по слухам, то есть люди в цвет говорят. Я слышал, я знаю, хотя со мной даже люди лично не знакомы. Спроси любого пацана, из «Хочу вам кал». Я даже не получив иммунитет от Сипсканы сидя в раздевалке говорил, чуваки, вы что, что вы поникли, типа, еще не факт, что нас выгнали, я думаю, мы пройдем, что вы поникли, начал угорать с ними, смешить их, угорать на Сипсканы, он там мои перчатки чуть не украл, все в портфель положил случайно. Хотя это момент, когда, грубо говоря, сейчас может я выйду из раздевалки и больше не увижу этот проект. Я типа со всеми в ладах был, так скажем. Тебе понравилось вообще «Хочу вам кал» и чем не понравилось, если нет? Понравилось, не понравилось нагрузкой очень такой, знаешь, подряд вот так, днями, то, что это шло сегодня, завтра, послезавтра, матч, вот это чуть такое, слишком, естественно. Вот на психологии чуть и сложилось, сказалось точнее, это на мне очень сильно. А по иммунитетам, по выбору персонажей? Ну, это так, вопрос, вопросы есть, честно, есть вопросы. Какие? Ну, типа, по иммунитетам даже, ну, вот, допустим, на нашем челлендже. Почему я не заслужил? Опять же, весь ролик так сделан, чтобы я не заслужил этот иммунитет. К Сибскане вопросов нет. Если это именно мнение Сибскана и так далее и тому подобное, окей. Человека я второй, третий раз видел в жизни, лично познакомился только на «Хочу вам кал», к нему претензий нет. Но человек сам мне после матча на улице подходит, говорит, мужик, извини, что я тебя так душил, но ты классно выплыл и в первый день, когда три из трех забил. И потом он в телеге у себя на 10 минут аудиозапись записал, где объяснял, суть вообще «Хочу вам кала». как раз на твой вопрос сейчас, который ты мне задал, отвечал, почему там не взяли думич и почему я так сильно душил Багдасара. Опять же, Багдасар, Багдасар, Багдасар. Как что-то нужно рассказать и привести пример. Хреновый, допустим, там Багдасар. Вот не знаю, как-то вот так все со мной сложилось в медиапространстве. Не могу понять, естественно. Ну, у тебя еще же фидбэк как раз ты сказал из «На спорте», где к тебе у них было сразу три претензии. Первое, что ты помешал Текиле пробить в пенальти. Нет, наоборот. Он забрал у меня. Он пробил, а ты якобы в этот момент кричал, что не давайте ему бить и потом еще сказал я так и знал, что он не забьет. Это как раз когда ты снимал в Текилах вот это про одно и то же говорим? Ну да, я думаю, да. Ну вот, когда я два раза между ног кидаю штрафной защитника, зарабатываю пенальти, это третий матч Тура, счет 2-0, мы уже выходим с первого места, у меня два матча, два гола, лучший бомбардир МКС Володя, три гола, пропускает этот матч, я забиваю гол, я с ним сравниваюсь и подходит к нему Чута Килов. Я еще лежу, он уже поставил мяч и собирается бить. Единственное, кто ко мне подошел, это Лакер, такой чувак, ты как? Хорош, что заработал пенальти, я еще за Галик держусь в тот момент. О чем речь? Я кричу Суслану, что за дела? Он мне говорит, оставь, оставь, ему нужней. Я остался у банки, то есть у тренера и не подошел на добивание. Он мне говорит, иди, я говорю, я не пойду, он все равно не забил. Ты бы вил мое лицо, когда он не забил. Но ты же понимаешь, что это медийный турнир и важно было дать пробить Текиле. Важно было преподнести это по-человечески. Так, подносар, извини, Текила будет бить? Нет, взял бы Текила, блин, чувак, я ударю, типа, ладно, просто. Человек ни слова не сказал, Дим, ни слова, ну как? Для меня тоже это какой-то... То есть ты считаешь, что здесь ты как будто бы мог решить, что типа Текила звезда и типа чего я должен выпендриваться, а ты пошел выпендриваться, потому что тебе типа пофигу кто такой Текила? Да. Но все равно по футбольному это же не совсем правильно. Можно после матча предъявить, а ты не пошел на добивание. Что ты хотел этим доказать там уж со слану? Нет. То, что он не прав просто. И то, что я прав. Я сказал, он не забьет, он не забил, потому что футбольный бок за такие вещи всегда наказывает. Ну наказывает, но это все равно игрок твоей команды. Как ты можешь говорить, он не забьет. Он себя повел со мной как не с командником, а как с каким-то чужим человеком. Он в перерыве даже, странно, что на спорте это еще и к себе вставляли, сказал, что я эгои. Я топлю за команду и за всех. Я почувствовал твой настрой, блин. Команда кричит, там ровки, там типа дайте Саня, окей. Ты подходишь, смотришь в глаза, ты че-как, ты отворачиваешься, я бью пенальти. А в конце матча, когда мы в итоге выиграли 3-0, извинился, сказал, бро, забудь, забей, это мои эмоции, я не прав и так далее. А потом опять же меня на конференции, ты, кстати, был же на той конференции, где меня выгоняли, ну, опять же меня так скажем. Но там говорили, что ты не дал пробить Володю. А там наоборот. Там наоборот. Там это серия пенальти с Тудроц, полуфинал, сослан на камеру, четко даже на камере есть, говорит, кто после кого бьет. Сам понимаешь, серия пенальти, тренер дал установку, кто бьет, там уже шаг влево, шаг вправо, Эрик Яну, как говорится, как момент был в матчах Калтудроц в серии пенальти. Вот. И получается, я должен был бить вторым, первый комис, я второй, третий кто-то, четвертый кто-то, пятый кто-то. Комис не забивает, перебивает, не забивает, делаю шаг я, и Володя просто меня вот так отталкивает и идет сам бить. Я типа начинаю опять. Стоит продюсер, стоит текила, я говорю, чуваки, это что? Они такие, встань, блядь, все. То есть, ну, вот такое отношение было. Ну, это тоже как бы нормально считается. На конференции ты пытался это сказать, но там либо вырезали, либо не дали тебе слова. Володя потом признал, что он не в очередь сбил или нет, когда вы с ним общались? Ты помнишь момент, кстати, Арчибаль тогда задал вопрос Суслану уже в конце всей этой суеты, связанной со мной, а что будет, окей, Багдасар не прав, а что будет с Володей, он же тоже не прав, что отобрал у Багдасара мяч и удар. И Суслан встал и сказал, ты хочешь, чтобы я это сказал? Я это скажу, я первый, кто решил, чтобы Багдасара выгнали из команды. А за день до этого, когда со мной разговаривали, о том, что меня будут выгонять Суслан сказал, если бы я имел тут вес и слово, то я бы тебя оставил по-футбольному, к тебе вопросов нет. А вопросы, которые к тебе есть, это как бы уже с другой части, у управляющих органов команды, так скажем. Там я как бы бессилен. И потом на конференции человек встает. Самое больное для меня было вот это, если честно. Я туда просто паник, я клянусь, аж слезу чуть не пустил, когда тренер, для меня это как второй отец. И еще я осетин, я сам из Осетии, и как-то это очень больно мне было. А ты спросил у него потом, почему он сказал так, в одном месте так, а в другом так? Да ладно, что ты говоришь, зачем этот Арчи вопрос задал? дословно. Да ладно, что мне? Погоди, то есть условно, на спорте, если есть текила и Володя, ты не имеешь права сказать слово против них. Да, ну да, получается так. Хотя, хотя на самом деле, к Володе вообще вопросов не имею. Молодой пацан, все может быть по себе, знаю, мне больше интересен текила. То есть, видимо, человек, начиная свой путь с Эмирана, Ютуба и так далее, никогда пинка не получал, так скажем, подножек у него не было, все время все было вот так по прямой, его слово законно и так далее, а ты знаешь, какой-то мелкий таракан, Багдасар, так скажем, что-то вякает против него и он как бы это не смог пережить и решил как бы вот так все жестко с плеча рубить, так скажем. К Володе вопросов честно не имею, мне его родители писали после всей ситуации на спорте и мама, и отец в Инстаграм, для меня это шок было, они на матчах были наших просто и сказали, что типа я классный футболист, я же посвящал голы там родителям и говорит, красавчик, так держать, мы по себе знаем, что такое болеть за сына, не расстраивайся, у тебя все будет хорошо, просто это вот такое общество. А из команды тебя кто-то поддержал, тот же Володя, после отчисления? С Володей я виделся после этого, знаешь, когда только, за сборную МКС когда играли, и он тогда сказал, что рад видеть, что рад видеть меня, но мне не верится чуть-чуть. При этом к Володе хорошее отношение. Ну, честно, да, потому что он как футбик хороший, что бы он ни делал, ни говорил, он как футбик хороший, а человек, который на поле доказывать, ему вопросов не должно быть. Но ты считаешь, что тогда он должен был тебя поддержать? Ну, думаю, хотя бы не меня поддержать, а свою точку зрения высказать о том, что он был неправ тоже, а не только я был каким-то не таким. Учитывая, что меня уже выгнали, что ему, знаешь, ничего же он не потеряет. Ну, никто в этой жизни никому ничего не должен, но все равно. Я так понимаю, что все-таки выгнали тебя тогда на спорте отчислили из-за другого, а именно из-за эпизода, когда ты выложил видос со Стоуном и Богданом. Да, смотри, у нас в команде девочка была, которая всегда на все тренировки, на все игры, на все там мероприятия на спорте ходит, их даже две, по-моему, было с телефоном и снимают все, что происходит. И в конце дня архивом скидывают все в чат команды. Ну, для тиктоков, сам понимаешь, там все тиктокеры. То есть там кто-то, не знаю, плюнет, упадет со стула или что-то сделает, выложит это миллион просмотров. Поэтому это все снимается. Люди за это деньги получают, как они ходят и снимают. И также очередной день матч против Тудротс. Весь этот кипиш. Если ты это видео видел сам, ты можешь увидеть, там летел один из близнецов из Тудротс, Буламоты, не помню, как зовут. Буламоты. Да, и летел, я прям ловлю, у меня еще мама там стоит, потому что я только что встал, а то, что плачу, из-за того, что мы проиграли, у меня мать со стадиона, с трибун прибежала, успокаивала, потому что я реально плакал, лежал. Вот. И для меня это как конец света какой-то был. И он бежит, и прям, то есть чуть ли маму мою не сбивает, я прям руками его останавливаю, тормози, ты куда бежишь? Он говорит, мне сказали, там драка. Я говорю, посмотри, где эта драка есть? Он говорит, нет, все, иди отсюда. И все, в этот момент получается пам-пам, вот этот фрагмент я выложил. А это нам скинули как бы архивом. Если нам скидывают, значит, это можно выкладывать. Логично? Логично. Зачем это тогда скидывать? Ну, мне предъявили то, что я, так скажем, команду в плохом свете выставил и так далее, и тому подобное. Хотя я даже со самим стоном говорил, он такой, мол, обид не имею и так далее, что уж поделать. Почему так получилось, что вот, условно, в двух проектах ты участвовал, в Роме я не знаю как, и сразу столько недопониманий с разными людьми? Ты сам для себя улавливаешь какую-то связь? Блин, честно. Может, как говорится, когда это уже не впервой получается дело, дело не... Сейчас извиняюсь. Чуть-чуть подвинусь, у меня ноутбук садится. Сейчас позадачку ставлю. Ну, как говорится, когда это не первый раз происходит, значит, говорят, нужно покопаться в себе, может, дело в тебе. С другой стороны, я специально взял для себя такую позицию, на «хочу вам кал» молчать. Просто не исполнять, ни с кем не ругаться, не ссориться. Если что-то и будет в шутку переводить, и как бы так себя и вел. Не знаю, почему. Не знаю. Что дальше? Что дальше? Не знаю. Ну, условно, амкаут уже нет. Получается. На спорте уже нет. На спорте нет. Рома нет. Раз ты пошел в амкаут, тоже нет, Рома тоже нет. Рома Рой принципиально, да, все? Да, он еще перед проектом сказал, что кто пойдет, пока. И в день моего именно сообщения о том, что я иду на «хочу вам кал», он удалил и меня, и Гасилина. Хотя Гасилина еще за неделю был известен до того, что будет участвовать. Ну, из чата, имею в виду, удалил и уже окончательно пиши пропало. И что дальше? Ну, я слышал, какие-то там интересы есть еще там кое-у-кого ко мне. Поживем, увидим. Либо реально... В гиг ничего обычного? В гиг ты сказал? Да. Да не, я думаю, какой бы я плохой для людей не был, я все равно думаю, планкой повыше чуть-чуть буду и футболист, и персонаж. А в гиг это слабо? Ну, уже как бы о них не слышно, не видно ничего. Да я ребят тоже оттуда знаю, не, хорошие ребята. АФК деньги? Вот что-то оттуда слышно было, если честно. Там стримы были какие-то, что-то про меня говорили. Стас с Нечаем как раз, по-моему, сидели, обсуждали меня. Ну, я понял. Хоть слышно. Будешь там персонажем, антагонистом. Кстати, если брать шоу «Хочу вам Као», ты бы, ну, условно, давай, как будто ты не знаешь, кто победил. Бухар и Гео. Герман, не Гео, Герман, Бухар и Герман, малой. Я сужу именно по-футбольному. Тот же Эльхан у себя на стриме сначала минут 20 говорил обо мне, что знает меня с базы «Адидас» лет 5-6, что там у меня с ним были какие-то недопонимания. Прямо жестко, то есть гасит меня. Мы потом списывались, все нормально, если что. И в конце говорит, когда раздавали иммунитеты, он останавливает и говорит, серьезно? Вот, что бы ни было, какой бы ни был Багдасар как человек, но по-футбольному лучше его, типа, Амкалу сейчас никто не подходит. Я думаю, как бы, не просто так, это так человек говорит. Взгляд, я думаю, здравый, учитывая, что это бывший игрок Амкалу, который знает меня с плохой стороны, говорит хорошо. Ты думал, что типа все подстроено было? Ну, на тот момент так казалось, да. Что все было подстроено? Ну, касаемо именно вот победителей. В течение обстоятельств, да. Диак, спасибо тебе большое, не расстраивайся, увидимся в деньгах. Ну, ты будешь в деньгах. Спасибо, Дим. Здорово тебе. Как на как стоять? Нормально? Нормально, пойдет. Еще все равно одну операцию делать, так что без разницы. Я тебе, кстати, деньги переводил, ты видел? А, да? Не, спасибо, писал на Тинькофф. 2490. Да ладно, это просто так, болгар. Давай, спасибо большое, очень приятно было поговорить. Давай. Пока.